Хейо, бро, на связи Капитан. Как ваши дела? Пишите в комментариях. И также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Еще, заходите в нашу группу, делитесь своими артами, и я буду делать опросы по поводу следующих уроков. Делать мышкой или для графического планшета. И теперь все будет зависеть только от вас. А завтра будет еще одно видео, так что не забудьте зайти и оценить. Окей, бро. Сейчас мы будем делать японский арт-мышкой. Не знаю, как японский или нет, я что-то придумаю. На самом деле меня чем-то зацепил этот стиль, и я не мог пройти мимо. Позирует нам сегодня Александра Киевская. Ваши аплодисменты. А первым делом мы открываем нашу фотку и палитру цветов, которую вы найдете в описании в программе Paint Tool Say. Переходим на вкладку холст и выбираем размер холста. Я, как обычно, ставлю 3К на 3К, ну как иначе. Нажимаем Ctrl-T и с зажатой кнопкой Shift растягиваем за уголочек и выставляем так, как нам нужно. Нажимаем Enter. Теперь создаем векторный слой. Это слой, на котором нарисована ручка. Перейдем по вкладочке палитры и инструментом пипеточка скопируем вот этот темно-синий цвет. Это будет наш контур. Обратно переходим на нашу фотку. Выбираем инструмент кривая. Подбираем размер, главное не сильно толстую линию. И начинаем делать контур. Ставим точки и линии будут изгибаться по ним. В этом арте можно делать меньше деталей, ибо весь упор идет на палитру приятных оттенков. Субтитры делал DimaTorzok Возьмем инструмент Edit и заточки, которые мы поставили, мы все поправим, так как нам нужно, где мы промахнулись или сделали криво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Инструментом давления мы возьмем последнюю точку линии. Она желтого цвета, и заострим ее, зажав и потянув влево. Но в некоторых версиях сай нужно либо вверх, либо вниз. И продолжаем делать контур таким способом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сделаем контур волос и внимательно, чтобы линии были замкнуты. Потом поймете зачем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь возьмем волшебную палочку и выделим участок волос. Если где-то у вас будет разрыв, то закраситься ненужные части. Поэтому будьте внимательны. Синкебаут, бро. Возьмем селект и позакрашиваем невыделенные участки. Создадим обычный слой, возьмем ручку и закрасим выделенное. Обратно перейдем на векторный слой и сделаем волосики и пучки. И так же инструментом давление их за стрим. И продолжаем делать контур. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Теперь смотрим бинты на руках и на шее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А если у человечка есть татушки, то мы их так же обведем и темные участки закрасим в этот же цвет. Татух оказалось много, поэтому для увеличения производительности на данный момент я пересел на графический планшет. Я думаю, вы меня простите. Но этому всему можно добиться и мышкой. А светлые участки тату, какого бы цвета они не были, мы покрасим в розовый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Создадим зрачки ручкой, просто поставим точечки и кривой сверху затемним. Смотрите видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Теперь создадим папку и назовем ее контур. Перенесем туда все слои с контуром. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нажмем на папку, возьмем волшебную палочку и выделим участки кожи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять же возьмем инструмент Select и выделим зазорчики, которые не выделились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Создадим обычный слой. Перейдем на палитру и выберем цвет кожи. Обратно на фотку и закрасим на новом слое. И так делаем с остальными частями. Выделяем и на отдельном слое закрашиваем. Губы и глаза закрасим в темно-голубой. Бинты покрасим светло-серой. И под всеми слоями создадим слой и это будет фон. Покрасим его в розовый. Покрасим его в розовый. Теперь над слоем с бинтами создадим векторный слой. Нажмем прикрепление слоя. Выберем цвет немного темнее и сделаем тень. Субтитры добавил DimaTorzok Точно так же над всеми другими слоями создадим векторный слой, прикрепим его и делаем тень. Для тени на лице берем цвет из палитры и сверяясь с фоткой, либо выстраивая свою светотень, делаем эту же тень. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Зажмем контур и нажмем на слой с заливкой кожи и выделится весь этот слой. Перейдем на слой, где делали тень для тела и нажмем комбинацию клавиш Ctrl-C, Ctrl-V И нижний слой скроем, нажав на глазик. Над новым слоем создадим еще обычный слой и прикрепим его. Из палитры возьмем розовый оттенок и кистью слабого нажима сделаем вот такой вот градиент. Если тень слишком темная, то убавим непрозрачность и возьмем ластик со слабым нажимом и сотрем в некоторых местах. Добавим градиента на кожу и продолжаем делать тень на всех оставшихся слоях. Продолжение следует... Перейдем обратно на папку с контуром. Создадим векторный слой и за спиной дорисуем катану. Продолжение следует... Продолжение следует... Над всеми слоями создадим еще один слой и добавим бликов. Блики на катану, на волосы, на губы, на глаза и на нос. Продолжение следует... После чего уже переходим к детальным и подправляем недочеты. Добавляем по вкусу тени. На фон добавим брызги. Сделаем их разными размерами кисти или же уже в фотошопе. Но это уже кто как может. Вот и все, бро. Арт готов. А если тебе понравился урок, бро, поставь лайк и подпишись на канал. И нажми на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Завтра выйдет еще одно видео, так что не забудь его посмотреть. Делитесь своими артами в моей группе и не забывайте голосовать. А с вами был Капитан. Всем спасибо за просмотр. Пока.